пошел мой второклашка прощаться со вторым классом да максим вот такой нарядный сейчас у них будет выпускной из второго класса несет дневничок свой и станем третий классик что максим волнуешься я говорил что мы живем прямо около школы посмотрим может кого-то грамотами будут награждать тоже думает что ему что-то дадут из грамм посмотрим ну-ка оглянись глянем сколько там народ тут они собираются они видимо идут все в этот фактовым зале наверное всем огромный привет специально вставила начало это как максимка прощался со вторым классом потому что тот ролик так и не пошел у меня не в один блок хотя я снимала выпускной со второго класса неважно сейчас мы пошли в 3 и решила я вот как в такое небольшое вступление сделать может быть чуть-чуть будет заметно как максимка изменился вот за это лето мне кажется чуть-чуть он вытянулся и чуть-чуть под загорел немножечко похудел но мне так кажется на самом деле скорее просто немножечко чуть-чуть повзрослел я во влоге уже сейчас дальше немножко скажу что он заболел и но так как у него вот такая болезнь когда она без температуры то приходится все равно ходить школу так как всю зиму нас ожидают ингаляторы в любом случае на прорубить приходится все равно учиться иначе очень много будем пропускать мы не потянем тогда школу но тем не менее он все равно перерастет это заболевание уже сейчас реже болеть стал оставайтесь со мной давайте проводим макса в 3 класс ну и также встретим его посмотрим как он вернулся за школы вот такой у нас третий класс к сегодня 1 сентября но мы идем не на линейку а после линейки потому что максимка у нас заболел да поэтому мы на улице не боимся на 12 градусов тепла и поэтому сейчас сразу пойдем 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 в класс линейка полным ходом у нас папа находится на линейке позвонил где-то вроде уже ближе к концу каждый год 1 2 вот 3 класс мы начинаем с болезни и заканчиваем мы тоже с ингалятором все больные вот так вот к сожалению но температуры нет у нас тут наше обычное состояние что у нас тут будет мой картина буду взрослым помогать делать все внимательно губы буду выводить очень я старательно в этот чудный светлый день в этот чудный светлый день в школу нам идти не имеем говорим в уютный класс принимай радушно нас обещаем не лениться будем хорошо учиться по птицу заниматься дружок и зубы пусть не скоро лакин все мои а мы не подключай н Светайте шарики к белым облакам, дайте смыться всем красочным дамам. Всем присоединиться! Да! Да, первый класс! Оки-доги, это первый раз в экзамен! Маленький, это первый раз в экзамен! Ну, одиннадцатый класс, ты, конечно, поймешь, очень взрослый. Я думаю, что тогда можно присоединиться, не по ручке в основе. Ручкой в основе. Молодец. Ну, в первом-то я бы тоже плясала. В третий ты уже осознанно станешь. Как из-за двери в горansen. Все говорят у себя, чем не хорошо. Ставьте лайки и Архангель, все говорят, что ты очень хороши. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ АПЛОДИСМЕНТЫ Пошли, пошли, сейчас пойдет Максим Пошли, 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 пошли Пошли, 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 пошли Твердый А у нас руководитель, Олимс Александр Пока Максимка в классе, выдают им учебники. Сейчас первое задание. Мы сходили в магазин, купили большой арбуз, купили некоторые сладости, чтобы все-таки чувство праздника у нас было. Уже приходила бабушка, его поздравила. Конечно, очень жалко, что заболел. Болеет он у нас ежегодно, как начался холод и дожди. Так он у нас и заболел. Я тут иду за мужем, снимаю его. Сейчас трудаецка, что ты меня там с тыла снимаешь. Но я не просто так вот эту дорогу, я хочу показать вам яблоню одну. Такая у нас тут яблоня. Как она называется, китайка или как-то так. Сейчас посмотрим. Смотрите, сколько еблок. Не маленькие, а маленькие. Ой. Вот такие крошечки. Маленькие. Прям их много-много. Все дерево так. О, как красавец, смотрите. Проклон дышал. Давайте яблочки покажу. Вот такое чудо. Прямо много-много малюсеньких. Вот я двумя пальчиками их зажала. И так все дерево. Такая красота. Вроде китайка они называются. Она и цветет, эта яблоня, очень красиво. Так она между домами. Вот наш дом. Вот такие вот тут крошечки растут. Началось у нас арбузоедение. Очень сладкий, вкусный арбуз. Папа учит Макса, как правильно его отрезать, чтобы не мешались ни косточки, ни шкурки. Так что начинаем дегустацию. Куда ты, Максим, корку-то? Куда? С дачу сдал. Ну что, вкусно? Да. Ну что, третий классик, сходил в школу? Да. Ну и как? Хорошо. Понравилось? Скучал по школе-то? Ну не очень, а сейчас да. То есть когда сходил, тогда понял, что скучал. Ну и что интересного было? Я подружилась с новым мальчиком. У вас новенький в классе? Да. Один? Трое. Трое даже? Девочка, какой-то Карапузик и Егор. Ну ты подружился с Карапузиком. С Егором. С Егором. Ну расскажи нам немножко про него. Егор такой высокий. Высокий, выше тебя? Ну да, он где-то такой примерно. О, ясно. Ну побольше меня. Откуда-то он приехал? Кажется, он родился в Чилибинске, потом учился в Санкт-Петербурге в 419-й школе, кажется. О, какая у тебя память хорошая. Ну, он мне показал табличку и рассказал. Все ясно. Ну, значит, завтра пойдешь с удовольствием. И мы с ним сразу же подружились. Подружились с первого слова. Вау. Ну и с кем ты сидишь теперь за партой? С ним. А, вы и сели вместе? Такой смешной он, приколист. Так хочется дружить. Ну, хорошо, ладно. Новый друг. Ну, я думаю, что школьные дни у тебя будут интересные. Только вы не болтайте, а учитесь хорошо. Ну, на переменах будем болтать. На переменах, пожалуйста. Кстати, я Максиму заказывала в Фаберлике новую футболку. Была распродажа. Максим, встань, мы на тебя посмотрим. Ты ее так одерни. Ты далеко, там прямо. Одерни ее только. Ты сидел уже все-таки. Во. Вот такая футболочка. Она, знаете, такая, вот, как мама троска. Максим Кораблев. Максим Кораблев, в общем-то. Это книга про Дениса Кораблева, называется Дениска на рассказы. А я Максим Кораблев. Да, теперь ты Максим Кораблев. В общем, вот такая футболка. В самый раз ему хорошо. Ну, ладно, приятных тебе учебных дней. Спасибо. Не болей только. Постараюсь. Так хочу с Егором вновь пообщаться. Мы с ним раздружились, а пообщались только минуты две. Ну, ладно. Если все впереди, поругайтесь в тот раз. Это с Борей. С Борей поругайтесь. А то он побежать с первого слова. Если не то сделаешь. Ну, уж ты это, все тайны-то не рассказывай. Хорошо. Просто рассказывай о своей жизни. Ну, давай. Пока. Пока.